Всяги с кифом учиняют традиционный геноцид, перестреляя всех из луков нахрен. Боярин приходит, конечно же, в ярость. Привычно. Он говорит князю, типа того, что ты отделаешь, мы же договаривались. Вот тот. А князь сказал нечто вроде, айн фольк, айн фюга. В том смысле, что на моей земле может быть только один народ, который мне подчиняется. На князя в лёгком недоумении смотрит хан Степняков, который совершенно точно не принадлежит к народу князя. И точно ему подчиняется только в том смысле, что он временный союзник. На что князь явно намекал в локале фильма, когда просил не покалечить ханского сынка, потому что ему нужна с ханом дружба. Дружба подразумевает паритетные отношения, а не подчинение. Вот, извините. Вот, но боярин, конечно, приходит в ярость. Он говорит, что я теперь скиф. И уезжает к жене. Там его ловят степняки, которые хотят немного поговорить насчёт прибитого сына хиппи. Вы что имели в виду? Да. Увидев половцев, новообретённый скиф выхватывает с пояса греческий копий с 5 века до н.э. Впадает в гамме ярости и прыгает в одиночку на половецкую конницу. Прыжок на половецкую конницу, обрывается. Фильм заканчивается и через экран идёт на мысю. Скиф! Всё. Вот такой нам сюжет предложили парнюсов Сергей Сильянов, режиссёр Рустам Масафир и сценарист Вадим Голованов. Я в некоторой растерянности. И ты понимаешь, я ничего не придумал. И даже, возможно, некоторые подробности упустил особо дурацкие, потому что всё это пересказывать сил никаких нет. Я вот, честное слово, ребята, вообще, вы это настоящие? Я, конечно, всё понимаю, что фэнтези, никакого историзма, но ведь какие-то границы профессиональных понятий соблюдать надо. Ну, это же так нельзя делать вообще. Потому что где логика повествования? Почему, собственно, он к чёртовой матери скиф? Господь с тем, что к 11 веку скифов уже там 600 лет не было. Но, если на это место поставить любой другой этноним, ничего не поменяется вообще. Почему он не Зулус? Зулусов тоже на Томане не было, вы представляете? Чака Зулус. Почему он не чеченец, например? Рамзан Ахматович вам бы денег дал, может быть? Сомневаюсь. Ну, да. А почему, например, не Кемериц, как Конан Варвар? Кемерицы скончались все к 8 веку до нашей эры, но там вот случайно уцелевшие. Ой, какое имя в драматургии играет от названия Скиф? Что бы поменялось от изменения названия, ничего бы не поменялось. Поэтому, почему Скиф пёс его знает? Надо было его назвать вот лучше. Не Скиф, а Гот. Тоже звучное имя. И Гот это в Крыму до 16 века дожили. Получилось бы готичным. Почему не придумали какой-то клан особо свирепых Готов, наёмников, которые живут в горах, прячутся, всех мочат за деньги? Для меня это вообще загадка. Да, в горах они там аж с Юсидиана Великого могут с 6 века прятаться, особо тайные. Ну, Гот он немец. А мы скифы с жадными. Очень хорошо. Почему это не древлянин, язычник, который сбежал от Владимира Крестителя? Прячется в Крымских горах и ненавидит вообще всё, что связано с христианством. Тут это было бы легко и логично, в смысле того, что можно было бы привязать к этим тайным капищам Перуна. По крайней мере, понятно бы, откуда они там взялись. Получится неправославно. Ну, очень хорошо. Это были бы древлянин язычники, у них были бы те самые древние капища Перуна. Православный Боярин с них вступил бы в контакт и диалог культур. А так получилось какая-то чушь собачья. И так, правда, конечно, под древлян была бы чушь, но всё-таки сказка, это злояблено. Быть наших предков фэнтези-изложений каков? Это как ни печально, фэнтези-дегенераты. Так и хочется просто сказать, что сказочный этот самый дурачок. Зачем будет больно-то бутыли? Они или бухают, или совокупляются, или другом бутузят вообще без повода. Совокупляются, интересно? Так какое там? Сиськи показывают? Практически нет, имитация одна. Бюджет маленький, на обдолженку не хватило бы гонораров. 150 миллионов всего. Нормально, в целом. В целом, да-да-да. Вот, зачем на другом утузить, я вообще не понимаю. Ну, если вы собираетесь хвататься за ножи, для этого должен быть серьёзный повод. Вы намекните, откуда этот повод? Зачем Степняк вначале напрыгал, ну, блядь, в саками до Боярина? Непонятно. Вообще непонятно. У него было, знаете, чего, как он сказал, что... Да, при том, что он в гостях у Боярина. У него там ребёнок вообще-то рожается. И он говорит, что типа, что там... Ты мечом только... Умеешь столб рубить? Он там ловко рубит столб. Он говорит, а тебя, паскуда, Степнайзи, прям порезал, только мою землю кровью погонять неохота. И всё. Что это было? Вот зачем это всё? Вот как это в голову могло прийти сценаристу вот так объяснить конфликт двух джигитов? Чушь! Оно просто нелогично. Он в гости приехал бы. Никогда бы Степняк не стал бы так выступать на человека, который его позвал в гости. Это просто невозможно вообще. Тем более, его народа ребёнка пригласили. Это же вообще священный праздник. Уж тем более, молодой отец не стал бы рисковать жизнью из-за этого. Вот из-за какой-то чуши собачьей. Но ведь это ещё не совсем плохо, потому что велесовые внуки живут реально на деревьях, ходят в этих самых в навозе с ульями на башках и управляются гемьяевым карликом. Вот для сравнения. Этот вещий баян, который написал слово полку Игореве, он точно был христианин. Но однако он к своим языческим предкам относится с подчёркнутым уважением, называет христиан даже божьи внуки. Или внуки Велеса. Себя он называет внуком Велеса. А вот почему-то современный сценарист и режиссёр к нашим, в том числе, языческим предкам относится к тому, что есть без уважения. А я даже не знаю, как это назвать, вот это вот то, что нам показали. Что это, блин? Это вот так наших сказочных предков так видят? Зомби, измазанный говном, который сторожит капище перуда? Ну, что это? А ведь обидно, что в руках была просто богатейшая фактура, которую вообще в кино не освещал никто никогда и очень мало освещали в литературе. Зато в источниках богато представлено, потому что наши эти самые южные форпосты, типа Тмутураканского княжества, про них никто ничего не писал. Там можно наваять чего угодно, потому что тут же была Византия, тут же, значит, местные печенеги, хазары, половцы, все это в такой котел было заварено. И Олег Гориславич, это же по росту фигура эпического размаха, это про него. Вот Баян написал, что мечом ковал крамолу и стрелами засевал землю, и от звона его золотых шпор в чернигами закладывало уши. То есть это был великан практически. Титан. Титан, просто его биография, то, что нам известно из источников, ничего не придумывал. Это 10 авантюрных сценариев. Просто вот сериал любого размера. Вот. А он успел повоевать за польский престол Болеслава Храброго, Болеслава Смелого против Чехов. Причем Чехов он побил, и когда Болеслав попытался заключить мир, он сказал, что это извините, пожалуйста, я тут еще у вас немножко остаюсь. Мяу, че. После чего он с Чехов слупил выкуп и остался еще на 4 месяца воевать. Потом он воевал со своими дядьями. Его там чуть не убили в битве при Нижательной Ниве в 1078 году. Чудом спасся. Потом его взяли в плен Хазары, продали его византийцам, его сослали на остров Родос после бунта варягов. О, жизнь-то покинала, а. На Родосе он женился на знатной греческой леди, даме, не знаю, как правильно назвать это по-гречески. И вот потом при помощи византийцев он захватил обратно тьму Таракани, выбил оттуда князев и сгоев, Владимира Ростиславича и Давида Игоревича. Вот потом стою с половцами ходил на Чернигов, завоевал его и отдал половцам его грабить, потому что денег не было заплатить. Это один из главных героев Любического съезда князей, который зафиксировал феодальную раздробленность Руси 1097 года. Мы об этом как-то говорили. Отношение с Византией, от имени которой он управлял Таракани во второй раз, это мы знаем по монетам, он управлял как наместник Византии, при этом будучи самостоятельным князем на Руси. Вот фактура. Как можно было вот этого далеко не положительного героя, этого человека, который просто этот срез эпохи из себя представляет, это не этот хмырь суссальной позолотой физиономии. Вот как можно было из него сделать этого самого хмыря. Я не понимаю, у вас просто, на вас все уже придумано. Вы делайте его хоть в фэнтези, хоть сказку. Но это из этого человека, его биографию, просто прочитав ее, использовать невозможно. Если у вас хоть немножко масла в голове есть, вам не насрать на результат своей работы. Интрига в фильме хромает на все ноги просто вообще. Зачем князь имитирует собственное отравление? Ведь ни один намек не указывает на то, что его собирались отравить. Он просто взял и сымитировал свое отравление. И почему-то решил, что его должно отравить. Почему заказчик похищения этой самой боярги является потенциальным отравителем? Непонятно. Почему княжеский сынок просто не заказал убийство боярина? Вот чтобы пришли, эти самые степты диньзи, его шлепнули. Они почти его и так шлепнули в фильме. После чего спокойно бы взял вдову, замуж бы никто не помешал, а по пути отравления.